Если помните, перестройка тогда была, и вот с чем в первую очередь столкнулось молодое российское государство, с тем, что у людей очень много было накоплений. То есть реально там говорили тогда в кубышке, под подушкой, лежали очень большие средства, и это мешало бороться с застоем в экономике и мешало бороться с решением продовольственной программы. Почему? Потому что, что бы ни выкидывали на рынок, это тут же разметалось, на это шли какие-то запасы, и, соответственно, это превращалось опять в запасы. Для того, чтобы экономику перезарядить, необходимо было вытащить лишние деньги у населения, ну, у населения и, в принципе, у каких-то компаний мелких, ну, будем говорить, компаний. Тогда есть такое мнение, что вот Мавроди как раз исполнил заявку, заказ от правительства на аннигиляцию лишних жировых отложений населения. Как можно было вытащить деньги от населения? Только жадностью. Это известная катальная штука, что лох ведется на жадность. Соответственно, для того, чтобы вытащить деньги из населения, использовал вот этот вот лоховской прием на жадность. Мавродики росли с каждым днем, и даже те, кто никогда не думал о игре вот в Мавродике, побеждала жадность, и они вкладывались в МММ. Ну, чем закончилось, вы знаете. В принципе, закончилось все крахом аннигиляции огромного количества капитала. Вот на самом деле, если мы смотрим на сегодняшнюю ситуацию с экономикой, у нас приблизительно то же самое. У нас одновременно присутствует огромная закредитованность экономически активного населения и безумное количество жировых денежных складок среди другой части населения. И вот, может быть, биткоин это и есть та губка, которая должна впитать в себя лишние жиры, аннигилировать лишние денежные запасы для того, чтобы рестартануть экономику. Кто знает.